привет дорогие ну что как у вас дела як справы колай сын но и так далее вы поняли компания 7 выпустила смартфон который реально перебил очень многих вначале это было ридми к 40 ну и на глобалке появился как пока f3 реально по спекам один из самых лучших вообще в мире и компания сиуми о себе напомнила как об одной из самых интересных дешевых и инновационных пока f3 как раз такими является поэтому для него друзья было очень сложно подобрать альтернативу поэтому с вас друзья лайк подписка комментарий с меня конечно же качественный контент но и челлендж небольшой в комментариях чтобы ты взял вместо пока f3 не очень интересно узнать твое мнение это скрайп топ погнали начале характеристики самого пока f3 здесь 870 снапдрэгон ни много ни мало адренэш 650 6 гигабайт оперативной памяти последнего поколения lp ddr5 и в antutu примерно 714 тысяч баллов то есть это настоящее игровое решение и камон это реально классно за это ценник экран 6 67 дюймов amoled матрица е4 самый последний амолед 120 герц 360 обновления это я говорю о тач сенсоре здесь все тоже по экрану очень чудесно камера это наверно самый неоднозначный момент этого телефона 48 мегапикселей апертура f1 чеки все 9 ширик все остальные дела присутствуют но согласитесь если все добавили камеру получше твой телефон стоил бы подороже батареи 4520 миллиампер час 33 ватт зарядка лежит в комплекте здесь тоже друзья никаких вопросов nfc и избитые пси и миниджет к сожалению здесь нет далее будем отмечать стерео она здесь присутствует но и ценник на распродаже 299 долларов за версию 6 128 это реально круто давайте перейдем к конкурентам первый вариант может быть не совсем однозначный но особенно на моем канале не многие любят samsung но здесь samsung а 72 отличный хороший и у него есть свои преимущества по процессору здесь 720g snapdragon но компания samsung и немножко подтормаживает процессор немножко устаревает хотя он в принципе в порядке adreno 618 6 гигабайт оперативной памяти lpd 4x и вон тут примерно 280 тысяч убивает этот смартфон то есть пока в два раза производительнее в два раза мощнее и здесь он уничтожает samsung а 72 по всем фронтам экран 6 7 дюйма это amoled матрица 90 герц full hd плюс разрешение в экране принципе плюс минус все неплохо хороший отличный добротный экран по камере на 64 мегапикселя апертура f1.8 и здесь есть электронная и цифровая стабилизация то есть два стала причем электронная как вы понимаете гораздо круче чем цифровая ширик но и все остальные камеры конечно присутствует и фронталка кстати на 32 мегапикселя достаточно мощная электрон стабилизация конечно в некоторых отношениях будет достаточно сильно спасать батареи на 5000 миллиампер час и что же случилось компания samsung наконец-то они стали ставить батареи больше чем у сиуми зарядка на 25 ватт ну плюс-минус неплохо nfc usb tfc mini jack присутствует и стереодинамики здесь тоже есть это отлично а вот по ценнику туши светки дай гранату 400 долларов это друзья за версию 628 а у официалов и эту цену найдете в районе 35000 рублей если говорить о рублях наверное это не самая лучшая сторона samsung а 72 хотя оболочка ван юай 3.0 мне очень нравится реально классная умная и продуманная оболочка то есть интуитивно ты сразу в ней все понимаешь это реально очень классно поэтому samsung а 72 я только желаю скинуть немного ценник и телефончик будет в порядке далее компания realme ну наконец-то выпустила нормальный отличный крутой смартфон realme q3 pro со всеми фишками и обратите внимание какая внутряночка интересная dimensity 1100 как вам такой заход видеоскоритель мали g77 это флагманский видеоскоритель 6 гигабайт оперативной памяти lpd 4x и в antutu примерно 600 тысяч баллов вбивает конечно немного меньше чем сам dragon 870 и вообще вся его комбинация но согласитесь для dimensity это отличный хороший шаг потому что ценник у этого смартфона но прям бодренький экран 643 дюйма это молит матрица 120 герц 360 touch full g плюс совершение по экрану все примерно плюс-минус одинаковое камера чуть лучше на 64 мегапиксель апертура f1.8 ширик все остальные дела присутствуют я думаю что если детально сравнивать два этих модуля то особой разницы вы конечно не заметите но плюс-минус они такие себе одинаковые батареи 4500 миллиампер час 30 ватт зарядка в комплекте здесь тоже примерная равенство nfc нет в realme q3 pro nfc не друзья до 2021 год здравствуйте приехали юсб тайп си миниджет присутствует стереодинамики наконец-то компания real не завезла ну и ценник за версию 628 а это здесь минимальная версия 244 доллара конечно по цене здесь очень даже все неплохо потому что примерно 50 долларов вы экономите на этом смартфоне а показатели согласитесь очень даже неплохие поэтому для меня это один из самых главных конкурентов пока f3 далее его собрат пока x3 pro по спекам 860 снапдрэгон видеоскрытили adreno 640 6 гб оперативной памяти lpdr 4x и вам тут например на 560 тысяч баллов убивает по производительности конечно f3 выигрывает здесь вне всяких сомнений экран 667 дюймов и это друзья айпи эс матрица что становится редкостью уже в 2021 году до стандартные классические ps на 120 герц 240 touch full hd плюс разрешение хороший отличный экран по модулям камеры основной датчик на 48 мегапикселей ширик все остальные дела присутствуют тут плюс-минус равенство по батареи она здесь гораздо больше 5160 мАч но помню что здесь и ps матрица она высаживает батареи гораздо быстрее быстрая зарядка на 33 ватта окей отлично и носи избитые пси миниджек присутствует стереодинамики тоже есть а у пока f3 как понимаете минджека нет это кстати небольшой такой минус а вот по ценнику минимальная цена тоже на распродаже пока x3 pro 199 долларов и здесь вы такие уже под задумались окей переплата в первом случае 100 долларов во втором случае минус 100 долларов и пока x3 pro в этом плане конечно смотрится очень даже неплохо но здесь пластиковый корпус кстати я забыл сказать у самсунка 72 тоже пластиковый корпус и по сути это повторение пока x3 во всех отношениях кроме процессора но и камера здесь немного хуже в целом очень хорошая неплохая альтернатива для пока f3 далее компания motorola наконец-то они проснулись начали делать что-то годное g100 один из самых интересных смартфонов сегодня на рынке пробежимся по спекам в начале друзья зеркалим абсолютно все 870 и snapdragon adreno 650 видео ускоритель это тоже кстати флагманский видео ускоритель 6 гигабайт оперативной памяти последнего поколения или пидир 5 и в antutu примерно 700 тысяч баллов убивает компания moto умудрилась все-таки зазеркалить и сделать хорошие характеристики за нормальный ценник экран 6 и 7 дюймов это и ps матрица 90 герц обновлением экран но чуть-чуть может быть будет уступать все-таки это и ps и обновление такое большое но в целом это хороший современный отличный full hd плюс разрешение экран по камере на 64 мегапикселя датчик ширик сэфи и все остальные дела конечно здесь присутствуют и плюс-минус они тоже будут одинаковые по батарея на здесь немного больше на 5000 миллиампер час а вот зарядка прям на 20 ватт это самая маленькая зарядка во всем этом топе но хотя бы на 20 ватт уже более-менее не стыдно nfc usb 3pc mini jack присутствует и звук здесь моно компания motorola ну что ж такое что же произошло моно звук и наверное это самый большой минус этого смартфона потому что все остальное прям все очень в порядке минимальный ценник был этого смартфона примерно 310 долларов я кстати на алиэкспрессе выставлял эти телефоны и его можно забрать за 350 долларов прямо сейчас но это не будет глобальная версия не в глобалке называется motorola h.s но согласитесь вариант очень даже интересный далее последний конкурент по мне самый правильный самый адекватный и самый интересный real me gt neo да красавчик и друзья о глобалке или вообще о том как что там куда установить в конце вам расскажу а вначале по спекам деменди 1200 сразу мощно отличный флагманский процессор mali g77 флагманский видеовыскоритель 6 либо 8 гигабайт оперативной памяти lpd р 4 поколения да здесь немножко проиграл и вам туда примерно 711 тысяч баллов убивает по производительности компании мтк уже делает отличные процессоры и по производительности они примерно одинаковые экран 6 43 дюйма и amoled матрица full hd плюс разрешение 120 герц 360 touch хороший современный мощный отличный экран установлен на realme gt neo по камере здесь датчик на 64 мегапикселей от компании sony ширик селфи и все остальные датчики конечно же присутствует плюс минус здесь ситуация будет примерно одинаковая у батареи 4500 миллиампер час и зарядка на 50 ватт да здесь по зарядке он выигрывает она здесь чуть больше но в целом компания сиуми и пока зарядка прокачали она достаточно быстро и несмотря на то что здесь всего лишь 33 ватта nfc usb type 7 минджек присутствует все остальные дела стереозвук сюда тоже к радости завезли отличный хороший производительный смартфон и сколько же он будет стоить 275 долларов за минимальную версию по ценнику он тоже чуть дешевле пока f3 остается лишь только один вопрос его нет на глобальном рынке но ситуация решается в принципе даже продавцы на алиэкспрессе уже устанавливает google сервис и все остальное это с легкостью может сделать самому но если вы напишите в сообщении продавцу алиэкспресса он с радостью это сделать и сделать это бесплатно без каких-либо дополнительных затрат и даже nfc сюда можно с помощью google и привязать и все остальные дела то есть пользоваться может как полноценным смартфоном единственное что нужно обязательно проверить какие бенды присутствуют если каких-то не хватает то на это стоит обратить пристальное внимание друзья с вами был я и скрабер всем хорошего отличного настроения вот такой отличный топ получился из вас лайк подписка комментарии с меня качественный контент до следующей встречи а в следующем видео я вам подготовил еще подборку альтератив пока f3 поэтому не забывайте подписываться на этот канал всем пока пока